Добрый день! С вами Дова и Наташа от канала Творческой Студии Таир. Сегодня хочу показать вам два варианта декора дачных кашпо в технике со старыми. Один будет сделан из старенькой супницы, а второй из обычного пластикового ящика под рассаду. У меня дома была старая супница. У нее давно разбилась крышка, и я использовала ее как кашпо и выращивала в ней стрелки чеснока. Однако вид у нее был не слишком презентабельный и красиво переделки, а форма навевала чудесный образ о декоративных фарфоровых вазонах. Чтобы утяжелить форму, в нижней части я собрала из старой деревянной рамки, подходящей по размеру подставку. Собираю рамку на клей-скога. Обезжириваю супницу и приклеиваю рамку к основанию на клей-мамин. Прикидываю, что посередине у меня будут вот такие медальоны с докупажем мотивов старинных картин. Из самой застывающей пасты ДАС раскатываю блинчики и вырезаю овалы для медальонов. Также из этой пасты с помощью силиконовых молдов создаю декоративные элементы, которые будут потом по бокам от медальона. Можно использовать любые пасты для лепки, в том числе самодельные. У меня эта паста уже полгода лежала в холодильнике и мне не терпелось ее пустить в дело, пока она не засохла. Каждый раз задают вопрос, на что приклеивать такие штуки. Приклеиваю, точнее примазываю просто на воду. Паста очень цепкая. Первые разы боялась и добавляла клей. Сейчас уже убедилась, что прочно держится без него. Также добавляю на уголки основания декоративные листики, тоже вылепленные из молдов. Чтобы паста лучше вынималась из молда, минут на 15 убираю ее в холодильник. Паста сохнет в течение суток. После высыхания ошкуриваю наждачной бумагой. Смахиваю пыль и обтираю все влажной тряпочкой. Еще раз обезжириваю и покрываю всю внешнюю часть вазона белым акрином грунта. Первый слой наношу кисточкой, чтобы попасть в углубление рельефных деталей. А дальше тампую губкой. Выполняю декупаж на медальонах. Сперва промазываю поверхность, затем прикладываю карту и сверху снова промазываю слоем декупажного лака. Поверхность изогнутая и приходится подрывать декупажную карту по краям. Я специально вставляю небольшие просветы в них, потому что вся моя ваза в результате будет очень состаренной. И рисунок медальонов тоже имеет право выцвести и не ставит потрескать. После высыхания сошкуриваю очевидные складки и в некоторых местах намеренно подшкуриваю изображение до блёплости. Приступаю к окрашиванию. Беру цвета мятные, шалфей и персидский бирюзовый из линейки Акрыл Делюкс. Из акриларта беру белила и кобальт зелёный светлый холодный. Начинаю окрашивать, местами вводя разные оттенки. Где-то смешиваю и накладываю их друг на друга. В результате мне показалось, что цвет получился слишком ярким. Так что я его немного подглушила, пройдя с белой сухой кистью по всей вазе, кроме медальонов. Теперь добавим нашу вазону следов времени. Беру жёлтую охру и умбры. Начинаю местами добавлять пыли и грязи в углублениях. Краску развожу довольно жидко. Наношу, даю затечь рельефные элементы и стираю её с верхушек. Также не должно оставаться явных следов кисти и резких границ. Кое-где можно сымитировать сколы и сделать краску более тёмной. Даже взять капельку чёрного. На верхушках узоров, рельеф и ручках добавляю следы былой роскоши. Остатки позолоты. Имитирую золотой краской до колор. Цвет взяла с самой нежной. Солота сусальная. Чтобы выполнить кракелюр, покрываю всю вазу шелачным и светлёдным лаком в два слоя. Первым даю полностью просохнуть, а второй сушу до состояния на отлип. Затем густым толстым слоем наношу кракелюрный лак. Оставляю сушиться на целые сутки. Дальше по обстоятельствам. Если кажется, что трещины образовалось мало или они очень мелкие, то можно посушить горячим феном. Затираю трещины коричневой масляной краской. Излишки краски удаляю сухой чистой салфеткой. Закрываем кракелюр шелачным лаком. Смотрите, взамен старой местами побитой сухницы получился как будто бы антикварный вазон, хранящий следы былой роскоши. Правда, не знаю, что теперь в него посадить и достойно ли моей чесночной стрелке такую шикарную кашку. Второй герой этого мастер-класса обычный пластиковый ящик для рассады. В результате он превратился в старинный металлический ящик с ковными элементами и плиткой. Заполняю пустой ободок по краю грубой рельефной пастой. Здесь также можно использовать самозастывающую пасту или шпатлевку, смотря что есть под рукой. Также я увеличиваю пространство для имитации плитки, потому что докупажная карта, которую я буду использовать, больше по ширине. Ограничиваю область для пасты бумажным скотчем и линейкой. Выкладываю грубую пасту нужной высоты, чтобы не было ступеньки с пластиковым элементом. При такой высоте рельефная паста может пойти трещинами, но в моей состаренной работе это будет даже на руку. После высыхания я просушила в течение суток, ошкуриваю получившийся выступ наждачной бумагой. Кое-где не сглаживая полностью, оставляю небольшие перепады. Выбеливаю данный элемент акриловым грунтом под докупаж. Нарезаю докупажную карту на квадратики с узорами плитки и приклеиваю на докупажный клей-лак. Оставляю небольшой зазор между плитками. Купить материалы Таид можно по ссылкам в описании на маркетплейсах Озон и Валберрис и в творческих магазинах вашего города. У меня есть металлические ножки, на которые я хочу поставить ящик. Для этого с помощью самозастывающей пасты сглаживаю имеющийся внизу выступ в рове с ящиком. С помощью акрилового контура делаю небольшой узорный рисунок по нижней части ящика. Цвет контура не имеет значения, сверху все будет окрашиваться краской. Уголки плиточного узора закрываю декоративным элементом. Сделаю из самозастывающей пасты с помощью силиконового молда. Оставляю все на просушку на целые сутки. После высыхания окрашиваю весь ящик, кроме плитки, деколором цвета старой бронзы. Металлические накладочки тоже окрашиваю в этот цвет. Чтобы усложнить и обогатить окрашивание, добавляю местами другие оттенки. Старое золото и старую медь. Чтобы белые промежутки между плитками не бросались в глаза, немного протеняю умрой и охрой. Добавляю немного зеленоватой патины. Беру краски кобальт зеленый темный, кобальт зеленый светлый холодный и турецкий голубой. Разбавляю жидкость водой и проливаю рельефные узоры и углубления. Излишки снимаю влажной салфеткой. Ей же промокаю границы, чтобы они не были четкими. Чтобы еще сильнее углубить тени, проливаю битумным лаком. Битумный лак стирается от спирита. Если вдруг что-то пошло не так, всегда можно полностью все стереть и начать заново. Битумный лак закрывается шелачным лаком. После этого финальным этапом покрываю плитки толстым словом яхтного лака. Спасибо большое за просмотры! Напишите в комментариях, какая из сегодняшних переделок вам понравилась больше. На канале бывают небольшие паузы в съемках из-за командировок и летних отпусков нашей команды. Но мы все равно продолжаем работу. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. Творите с удовольствием! До новых встреч!